Так готовится начаться второй тайм, напоминаю о том, что интерны сенсационно выиграют 2-0 у ЕСК, и ЕСК будет делать, судя по всему, все возможное для того, чтобы вернуть прогнозируемое, я бы так сказал. Стоит отметить, что ЕСК не один раз я за этой командой замечал, правда несколько может в другом составе, но тем не менее такая характерная черточка, что они могут проигрывать 2-0 первый тайм, а потом переломить ход поединка, да, с очень сильным соперником. Да, и какой у нас сейф делает, отлично, на 21-ой минуте второго тайма голкипер ЕСК ничего не скажешь. Повторный угловой будет сейчас подавать капитан Павлюк Павел. И головой наносит как ногой удар Хижняк Антон. Гипермотивированный, что сказать, молодцы. Учитывая, что их сегодня всего лишь одна замена, держится пока что... Мудрится как-то все-таки поставить помехи, ну да, конечно же, оу, первые... Всеми силами и не силами, как говорится, останавливают. Либо рука Евгения, зная, что динамичный игрок просматривали игры и, как святую, подготовились. Вань, подключись, подключись, выйдите. Пошире, Вань, пошире, Саня, пошире уйди. Пошире уйдите. Выше ворот. У тебя все ближе и ближе. Такое впечатление, что один из тех дней для Евгения, как будто вот не лезет... Когда не летит. Не лезет на ворот почему-то. И все, вот. Есть тоже такое предчувствие. Поборолся, выбрал этот мяч. Выпишет пещение, Реворук. Удар. И в Румянцева Василия попал. А нет, не в Румянцева, если судя показывает, что у нас будет... А, вот Владислав, значит не в Румянцева. Разыграли на коротке, сразу же Дубенко выносит на повторный аут. Забегай. Стрел. Назад, назад, назад. Упиши. Назад ты. Ваше слева, Ваше. На свои полденье поля сейчас будет разыграть интерный аут. Нахич, някс, босс, Мохоменко. Тут сейчас Дубенко. Слишком сильно на ход. Чересчур молодежный пас на самом деле. И я же тебе о чем говорил, и я же тебе о чем говорил. Назад, назад. Слава, давай, давай, там кто есть. Игорь, сядь назад. Центр кто? Да, не заброс Румянцев. Ну не получилось, у него подработать мяч в этой ситуации. Тут переходит к интерн. Тишина. О, Хоменко. Драгоценные минуты тают. Хоменко вводит мяч. Хотел попытаться на Смоленинова, Святослава сыграть. Толкипер выходит, двоих отрезан. Ну вот, Дубенко уже не получилось пройти. Не менял на половине поля соперника. Это тоже достижение неплохое в плане тактическом, если так можно выразиться. Реворук Евгений. Удар. И фиксирует этот мяч. В оранжевых перчатках Хоменко и Инге. Хижняк Антон. Сразу хочет разогнаться. Хижняк. Находит Смоленинова. Боишь, что же дальше удар? Какой момент превосходный. Что сказать? Какой зрячий пас отдавал Хижняк Антон. Грамотно выбрал тайминги, позицию. Смоленинов. Но чуть-чуть чего-то не хватило. Сейчас Реворук бьет. И очень хлестко пробил. Но Игорь среагировал. Просто превосходный удар по силе. Менцев отбирает. Но это, конечно же, нужно обязательно забивать. И у нас пенальти. Удар с точки. Только так получилось там остановить Реворюка. Очень было опасно. Да, уже приближались к этому мячу. И самое главное, что все-таки где-то в какой-то момент, наверное, задумались в атаке. Какой страх мой, блядь, точка. Тише, тише. Там пенальти чего-то. Вот там посередине. Сейчас как раз Реворюка и будет, собственно, пробивать пенальти. Очень волнующий момент. Да, сам заработал и сам будет бить. Гол. 2-1. На технику исполнил. И, как говорится, пробил. Не идет с игры. Сделал с пенальти. Реворюк Евгений. На 24-й минуте. На 24-й минуте. Крайний. Четкий шнек. Тут на Ленинова. Пытается побороться. Ну, продолжают идти вперед интерны. Очень это интересно. Потому что, казалось бы, можно было им закрываться спокойно при счете 2-0. Играть бы что-то обороны, но... На удивление. Не понимаю, зачем они это делают. Но, тем не менее. Мне кажется, так они хорошо. И пробил, пробил то невезение Реворюк Евгений. И сразу же второй забивает. 2-2. Счет у нас снова равный. Заблокировал этот навес Румянцев. Игру Хоменко забирает мяч. Кипер сразу же на Румянцева выбрасывает. Разгоняется. Черезняк Антон цеплялся до самого последнего. Пытался на Румянцеву Василию помешать нанести удар. Свои плоды, я думаю, это частично допринесло. Неточный вброс Хоменко. Реворюк. Будет бить карточки. Женя, раньше чуть давай, не задничай, Женя. Выше ворот. Будет водить отворот Хоменко, Игорь. Саня, твой полосат. Соружина ближнего. Павлюк Павел обработал. И какой сброс, пес? И у нас отличнейший сейф делает на 26-й минуте. Что сказать? Исправил свои две ошибки, двумя отличными сейвами. Не уходите туда. Не уходите туда. Не забросил. Давай принимать. Ну давай дышать. Восем, ну послушай меня. Жека, не надо туда уходить. Подливает на крайнего. Ворок сейчас с мячом. Очень опасный Румянцев. Помогает ему. Это нужно, конечно же, забивать. Не забивает. Буквально на пустые ворота. Румянцев Василий выходил, но Игорь здесь порежеет. Правильно выбрав позицию. Не по-вратарски, но очень с духом, как говорится, отбил этот мяч. Там 10. Далее. Здорово. Оно, оно, оно. Шире. Румянцев. Идет два. Дай, дай. Что, он еще Василий возвращает через дом, набирает. Все ближе и ближе ИСКА подбирается, как мне кажется, к тому, чтобы забить. Ну посмотрим, что будет. Понравилось Игоре забивать своих ворот и вот решил ответить, попробуй. Дай, 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 дай. Жека, с ним, с ним поднять. Да, не вбросил на его рука. Тот попытался переправить, но... И умудрился подобрать ногу, хотя крайне сложно было, потому что все-таки немножко корпус не в ту сторону, как говорится, смотрел. Сделал искусственного столба Хизняк Антон и пробивали по воротам, и умудрился парировать опять. Мяч вышел. Главой для интернов. Чрезвычайно незаряженная тоже на игру, высокая очень мотивация, стоит тогда отметить. Интересен им соперник, об этом, наверное, так сказал, но сейчас открыты зоны и два в два. Дай, 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 дай. И вот смоленивый, смоленивый, садослав выбирает, но тут... Хоменко-то хладнокровно здесь, я бы сказал. Спокойно, да, как психолог. Разобрался, и мяч остался за интернет. Что крайне сложно быть голкипером-психологом, это точно в своей команде, потому что весь эмоциональный накал ты ощущаешь на своих руках и ногах. Спокойненько. Жек, с ним ближе. Не рвите, мы обрадуем, если вы будете на своей половине. Спокойно. Еременко Алексея, который, несмотря на травму, все-таки пришел поддержать свою команду, подсказывает, что нужно на своей половине встречать, и тогда игра наладится. И мне кажется, есть какое-то рациональное зерно. И в его словах? Да, не зря же он один из лучших игроков своей команды. А Бигусов все-таки. Ну, вот уже пасечника противник не смог. Сужняк, забираем. Бени, Бени. Кто-то закачнет пасечника. Ну, вот тот заблокировал удар. Играет через дуо, мой. Тяжело, я думаю, интернам сейчас становится где-то быть с мячом, контролировать его, потому что их всего шесть, и начинает сказываться то физическое состояние. И у нас превосходный мяч забивает крайний. Боже, что сказать, красивейший мяч. Голкипер, конечно, здесь допустил ошибку, и воспользовались этой ошибкой, и крайний забивает у нас явно топовый мяч, как я понимаю, потому что с игры так махнуть крайне сложно. Подловили дважды сегодня голкипера на выходах. Мне казалось, там он уже, это был жест отчаяния со стороны Евгения, он уже выбивал куда-нибудь в направлении. Вот, но казалось, это весьма прицельный удар. Снова интернам ходит вперед, передала. Пасечник разгоняется, метко пытается решать ему. Обтоматически просто забирает мяч, Томменко сразу же выбрасывает на Павлюка, но Миссура не дает ему пройти. Пасечник пробит с Малинином, голкипер говорит на мяч, и я сразу же его носил. Я видел, все вправе, да ладно. Смотри, обратно ему все. Я тебе говорю, Вадик, не иди туда. Томменко Игорь с мячом вводит, Павлюк Павел. Все, Павел, станьте, станьте, стойте. Тащи, тащи, тащи. Да не встречайте, ничего он там не сделает. Ух, понравилось забрасывать интернету. Видит, что работает эта тактика сегодня. И не точная передача, либо Миссура просто не понял, что нужно было сместиться туда, либо сил уже нет, кто знает. Все-таки мяч перешел к интернам, Хижиняк Антон. Заброс, он побивает, Миссура разгоняется, чтобы подобрать. Судьбенко сыграл все-таки в мяч, я считаю, хотя получил в итоге и по ноге еще. Конечно же, здесь Миссура. Передача не доходит, потому что буквально с ноги снимает Миссура. Ее отрабатывает в обороне, возвращается угловой для интернов очередной. Прострел. Все, пониже, пониже. Садись, садись. Думал, что на дальнюю туда будет забегать, наверное, Хижиняк, а он наоборот на ближнюю сближал, сокращал дистанцию со Смолениновым. Мяч остается, это будет отложенный фол, конечно. И забивает Пасечник. На опыте, на характере забивает свой гол. Делает счет 3-3. Забил у нас Пасечник. Дим, сад чуть-чуть ниже, пускай не втроет. Экономьте силы, мне помогать. Главное, чтобы Пасечник убежать. Волевой мяч, конечно. Не вышел, бэй, все. Настолько оказался замотивирован в итоге, что бросился еще даже до касания. Переводит на угловой кейпер. И СК. Доволен тем, что сейчас будет Лохоменко игр, поаплодировал. Угловой будет подавать Павлюк Павел. Стрелы, и это бомб. И забивает у нас Павлюк Павел. Курьезнейший мяч. И делает счет 4-3. Павлюк Павел снова выводит свою команду вперед. На 33-й минуте. Важный тайм-аут для себя берут интерны. Конечно, обязательно нужно им передохнуть. Но я скажу, что сегодня пока что, пока что такое впечатление. Партурно улыбается больше интернам, потому что многие мячи, конечно, забитые. Не без участия этой ветреной леди, если так можно выразиться. Да, просто залетают чудные мячи на самом деле. Какой-то определенный каламбур. Я уверен, что такие моменты по-настоящему мастерство противостоящей команды и проверяется. Поэтому сегодня вызов определенный для СК. И подарочный мотиватор, я бы сказал, наверное, для интернов. Но тайм-аут закончился. Стоит отметить, конечно, и то, что спортивный характер проявляет полная мера интерна, я считаю. Сумасшедшую хватку они показывают сегодня. Непонятно, зачем они лезут наперед и все это может... Ну, они получают удовольствие от именно такого футбола. Возможно, это случай, когда не столь важный результат, как важный кайф. Получить удовольствие, да, и ради этого они участвуют в турнире, кто знает. Классичника грамотно перегрызает. Один в один. И какой сейф у нас делает на 35-й минуте Хоменко Игорь. Пытался, сокращал, избавлял дистанцию. Пытался как-то, ну, дестабилизировать все-таки в этой ситуации пасечника, и у него получилось. Счет по-прежнему 4-3 в пользу интерна. Заброс Дубенко, да, нет, не принимает, это сбрасывает на крайнего Евгения, то есть возвращает обратно. Фиксирован здесь фоу. Первый со стороны ИСК во втором тайме. 3-1 по фолам. Комменный мяча. Наверное, будет у нас дали заброс или удар, или какая-то комбинация. Удар, ну, точно. Ниша, Ниша, Саша, Ниша, Ниша, Ниша. Кроме румянца, тут обречать Миссюру. Зачем сближался, не совсем понятно, но это, конечно же... Оттолкнув руками румянца Василий. Не заброс на Дубенко, тут пытался как-то переправить, но Уи не получил. Не смог подработать здесь мяч Миссюра, да и мешал им Хижняк, Ивана, как мог в этой ситуации. Низточный заброс. Сразу же вводится мяч в игру, пасечник. Возвращает Миссюру, тут отдает неточную передачу. Мне кажется, что усталость какая-то, какая-то копилась. Крайне поймал на замахе. Обратно отыграл Хоменко. А играть-то остается совсем немного. Брали ли во втором тайме тайм-аута? Если я не ошибаюсь, никто не брал еще тайм-аута во втором... Нет, брали интернет. Брали. Играть получается 4 минуты. 4-4,5 минуты. Нинкорректное введение сейчас было аута, и поэтому мяч пришел к ИСК. Повторяется, наверное, скачать, найти какую-то туннель передачи. Меняется удар. Не заброс. Как Павлюк Павел самотвержденно с ремянцем Василием сцепился. Мяч в ИСК. Отключают кипер Пасечника. Тот будет врываться, да. Но не дают ему обыгрывать. Крайне Евгении надо отметить. Часто стус ломает, разрушает атаки. Пасечник отработал в этой ситуации. Показывают закалюженному, что отойди, мол, шире. Чем-то рядом со мной стоишь. Фремянцев. Дается, да, в фантастическом прыжке обработать этот мяч. Удар выше ворот. Дальний вброс от Каменка. Крайне тут примет ли, ай-яй-яй, досадная ошибка. Ну, и почесал сразу голову. Ну, что, сам, похоже, не понял, как так получилось. И снова обрабатывает мяч. Но тут Смоленнинов, Святослав, подстраховывает свою команду. Как я понимаю, играть остается всего три минуты. Румянца Василий. Врывался здесь, даже и пробил. Заработал угловой. Продолжает давить диска. Спокойно потушил. Кижняк Антон, если не ошибаюсь. Убил в аут. Четвертый фолстверный Интернов. Десятиметровый разгон. Да, нет, наверное, даже побольше. Даже одиннадцатиметровый разгон набирает. Остается две минуты. Удар не точно. Далеко вперед бросает Хоменко. И умудряются продолжать огрызаться. Угловой. Смоленина с мячом, что припримет, решил пробить. Ну, почему бы и нет, на самом деле. Подсказал Хоменко, что нужно тянуть время как можно больше, потому что замаячила уже победа перед Интернами. Ну, конечно, тут не стоит расслабляться. Дальний заброс. Едем никуда. Мяч переход КСК. Ищет, кому отдать. Коротышкин не проходит при передаче. В итоге мяч оказался у Хоменко. Пасечник решил попрессинговать. Дальний снова удар в сторону ворот от Игоря Хоменко. Рак при передаче. И Интерн будет разыгрывать аут на поле соперника. Хизняк Антон с носока проверял. Сохранил какую-то часть времени для своей команды. Играть остается минута с чем-то. Пасечник. Как будто как легко он двигается. Нужно это отметить. Но Интерн умеет, как Артур ты уже говорил, ломать эту индивидуальную игру. Не давать раскрываться по-настоящему. И вот как Смоленин их подгрызает. Первый мяч ей будет все-таки голкипер. Удар. Умеет наблюдать также с своей командой. И случится и столько по окончании сегодняшнего матча. И у нас сенсация. 4-3 выигрывают Интерны. С чем мы их и поздравляем.